В Челябинске прошел региональный этап всероссийского конкурса «Мисс Уиз». Он проводился в нашей области уже в девятый раз. За звание «Самый красивый» боролись 12 участниц. Сегодня все кандидаты с учреждения будут показывать мастерство. До этого они в течение недели соревновались в физической, профессиональной подготовке. А здесь уже будут показывать свои культурные навыки, художественные, для того, чтобы стать победителем. Победительница конкурса, которая будет у нас в «Мисс Уиз Челябинской области» и также первая «Мисс» будут участвовать уже в окружных соревнованиях «Мисс Округа Уральского». А после этого, если кто победит, значит будет уже на «Мисс страны» в СИН России. Значит это будет зависеть от того, когда пройдет второй этап в округе. Ну а после второго этапа будет уже сказано, возможно, наверное, или в этом году в конце, или же на следующий год. Во время конкурса девушкам было необходимо пройти семь испытаний. Среди них три дефиле в различных образах, также реклама профессии. Впервые в этом году участницы представляют номер «Ночь» в музее. Девушки показывают с помощью голоса, мимики, жестов, костюмов, реквизитов и музыкального сопровождения музейные экспонаты. Оценивали конкурс деятелей культуры, творческой интеллигенции, хореографы, вокалисты, представители модельных агентств. А председателем жюри стал директор телерадио компании «Юргу-ТВ» Сергей Гордиенко. Я считаю, что просто здорово, что сотрудники и руководители такого строгого, сурового управления, такой строгой и суровой структуры нашли в себе время, желание, энтузиазм, креатив, чтобы участвовать, создать такой конкурс, провести его и участвовать в нем. Просто молодцы. Корона Мисс Уис Челябинской области 2020 года досталась Веронике Швед, старшему лейтенанту внутренней службы ИК-25. По ее словам, самая большая сложность – это совмещать работу и подготовку к конкурсу. Это было очень волнительно, неожиданно. Я в восторге в полнейшем. Просто сейчас не совсем, наверное, сознаю, но я очень рада. Мне приехали поддержать муж, бабушка и коллеги, и также подруга по институту. Мы должны были показать именно всем, что женщина в погонах, в уезд, она не только должна быть в форме строгой, требовательной, ответственной, но она может быть женственной, красивой, вдохновляющей. В начале следующего года Вероника Швед представит регион уже на всероссийском конкурсе в Москве. Там она поборется за звание Мисс Уис России.